Давайте разберемся и подготовлю сейчас, здесь у меня уже есть те цвета, которые я вам хочу показать, но об этом чуть попозже. Давайте поговорим о том, как же собрать палитру Нейлмастера, на что нужно обращать внимание, как всегда быть, скажем так, в тренде. Собираем палитру, давайте сейчас немножко увеличу. Собираем палитру. На что нужно обратить свое внимание при сборе палитры? Первое, это, конечно же, у вас должны быть базовые цвета. Базовые классические. Если мы говорим о каком-то там, каких-то цветах с блестками или ультрамариновый синий оттенок, это не базовые цвета. У нас с вами есть базовые цвета, это красный, синий, допустим, желтый, белый, черный. То есть у нас с вами они должны быть. Давайте запишем черный, белый, красный, синий, желтый. Почему именно эти оттенки? Все потому, что если вы учились когда-либо в художественной школе или имеете какое-то образование дизайнера, колориста, в общем, если вы связаны были тесно когда-либо с таким названием, как цветовой круг, то вы меня сейчас поймете. У меня идут в лед фотохромно-термические лаки. Вот я сейчас себя почувствовала в непонятках. Честно, походу я подзабыла или перестала интересоваться, что значит фотохромные. Честно говоря, не знала. Если вам не сложно, вы можете, пожалуйста, мне выслать пару фотографий с этими лаками? Вот у меня прикреплен в комментарии, вот здесь вот внизу, вот тут вот, вот тут вот, где моя, вот тут вот, Мария Мун. Можете мне выслать, пожалуйста, фотографии? Очень интересно. Так, смотрите, что нам с вами нужно, почему мы с вами выбираем именно эти оттенки? Все очень просто, потому что у нас с вами есть цветовой круг. Вот такой вот цветовой круг, им пользуются, как я уже говорила, мастера-колористы, дизайнеры, дизайнеры одежды. То есть это вообще основа основ. В этом цветовом круге вы увидите три основных вот таких вот цвета, такой треугольник. Это основные базовые цвета, которые нельзя получить путем смешания других оттенков. То есть намешав их, вы уже можете получить дополнительные. Но вот эти оттенки, они вот основа, база всего. Если разобраться, то при смешивании вот этих первичных цветов, таких как желтый и красный, вы можете получить оранжевый. Синий и желтый вы получаете зеленый. Синий и красный, соответственно, фиолетовый оттенок. И уже далее, при смешивании первичного оттенка и вторичного, вот первичный, вот вторичный, вы получаете третий порядок. То есть это уже такие более пастельные оттенки. Если мы говорим о смешивании оранжевого и желтого, да, мы получаем с вами там такой персик, здесь коралловый оттенок и так далее. То есть вот мы с вами сделали такой первый базовый ход. А если мы к этим цветам еще с вами будем добавлять черный или белый оттенок, то мы будем с вами получать цвета либо пастельные. Просто вбиваете цветовой круг в Яндекс или куда, и у вас будет высвечиваться. Вот смотрите, у вас будут получаться пастельные оттенки, если там к зеленому будете добавлять белый, 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 все, вы его высветлите. И либо будете добавлять черный и будете получать глубокие, насыщенные, такие темные цвета. Вот поэтому нам с вами, в принципе, эти базовые оттенки и нужны. Если у вас есть достаточно большое количество времени, здравствуйте, если у вас есть палитры, которые закрываются, то есть это может быть палитра из художественного магазина, вы в принципе себе можете создать кучу гириллаков. Если ваш клиент там хочет какой-то определенный цвет, то пользуясь цветовым кругом и наличием вот этих оттенков, вы можете собрать вообще полностью все. Следующее, что мы будем добавлять в нашу палитру. Следующее, что мы будем добавлять, это мнение клиентов. Что это значит? Естественно, все мы люди разные, как клиенты ваши, все люди разные. Кто-то хочет такой цвет, кто-то хочет другой цвет и так далее. Вы можете устраивать опросы. Опрос в соцсетях. Предположим, вышла какая-то новая коллекция цветов. И мы, как девочки, как и в большинстве случаев транжиры такие, мы, конечно же, с вами собираем все свои заработанные деньги и бежим в магазин, собственно, спускаем деньги на эту какую-то коллекцию. Будь то там коллекция гириллаков, будь то новые там джинсы какие-то. Ну, в общем, деньги, я думаю, что тратить все любят, всем приятно. Но получается такая ситуация, что вот вы купили эту коллекцию, предположим, и выкрасили. Выкрасили свои там типсы. Ну, вот сейчас я просто на примере покажу. Сейчас. Давайте на примере. Вот на таком примере. Смотрите, раз вы купили новую коллекцию, выкрасили и показываете своим клиентам. Там пять цветов, и вы ждете, что все пять срочно пойдут в ход, давайте три даже, вот так вот. Все пойдут в ход, и срочно клиенты захотят ими пользоваться. Но дело в том, что на контрасте цветов всегда один будет смотреться более выигрышно. И клиенты тоже так же, ну, в основной массе будут выбирать только то, что на контрасте им понравилось сильнее всего. То, опять же, все люди разные, я вот, предположим, на контрасте этих оттенков, хотя я зеленые вообще не люблю, не наношу на свои руки, выбрала бы вот этот. Предположим, потому что он темнее, допустим, всего. Кто-то выбрал бы светлый. И остальные цвета, они не будут смотреться выигрышно. Если вы приобретаете цвет, то это должен быть тогда какой-то один показанный там клиенту. Или один из этих трех, потому что, ну, как я повторилась, просто на контрасте не будут смотреться все хорошо. Это раз. Если вы уже купили, допустим, все, всю свою коллекцию, либо же вы можете эту коллекцию выставить в вопросы в социальных сетях. И в вопросе указать, какой цвет, допустим, больше всего вашим клиентам нравится. Так как ваши социальные сети посещают ваши клиенты, то они, конечно же, выберут наиболее там какой-то достойный оттенок. Либо же, если клиент хочет у вас там только такой цвет, а вы сами понимаете уже, что там остальные ваши клиенты этого не захотят, этого цвета, вы можете предложить клиенту, чтобы либо он купил этот оттенок, либо вы купили этот оттенок. Но тогда, соответственно, делайте скидку, если клиент купил, либо пускай она носит с собой и красит этим цветом. То есть не надо, я к чему пытаюсь привести вас, не надо, не нужно иметь 200 миллионов цветов, потому что все равно из них половина, а может даже и меньшая часть будет всегда рабочая, остальные будут стоять. Поэтому делаем опросы в социальных сетях и уточняем желания, пожелания вашего клиента. Слишком близко. Вот. Так, дальше. Следующее. Модные оттенки. Ну смотрите, все достаточно просто. Даже те, кто не следят за модой, те, кто не интересуются, это такие люди, как я, кстати, что мне может показаться модным оттенком? Да все банально просто. Все то, что у меня чаще всего перед глазами. Перед глазами, так как мы живем в век социальных соцсетей, точнее, там, технологий каких-то, всегда пестрит какая-то реклама. Либо в том же самом Инстаграме, листая ленту, там, выходит в рекомендованный какая-то девушка с красивым пиджаком, горчичного оттенка, предположим, да, и вот эти цвета модные, то есть они как раз-таки всегда появляются где-то рядом с нами. И вообще, если даже вы этого не видите, то вы можете всегда пользоваться таким лайфхаком, которым, кстати, зачастую пользуюсь я. Если мои клиенты начинают уставать от моей палитры, предположим, и у меня там, я сама уже вижу, что ничего новенького нет, я вбиваю вот такой вот запрос. Модные оттенки. По версии Пантон, 2019 год. Что такое Пантон? Пантон – это институт цвета, институт модных цветов, которые, в принципе, сейчас, в принципе, диктуют эти тренды. Смотрите, Пантон объявляет цветом года номер какой-то там, в общем, живой коралл. И в большинстве своем девочки, которые за этой модой следят, они, конечно же, захотят вот такой вот цвет себе, допустим, нанести. Ну, здесь у нас только вот такой модный один цвет, а вообще, как правило, их показывают в среднем 10. Давайте сейчас попробуем найти все 10. Модные оттенки. Весна, лето. И что нам сейчас с вами выйдет? Вот выходят они эти модные оттенки. Это какой-то ультрамарин, зеленый такой болотный оттенок, приглушенный, бежевый, розовый, вот этот какой-то коралловый. В общем, все цвета, которые такие достаточно популярные, будут сюда выходить. И вы можете эти же сами цвета вашим клиентам, в принципе, и предлагать, опять же, на тот же самый социальный опрос. Такой вот у нас, значит, получается самый модный цвет весна-лето. Также вам будет показано сочетание цветов, как их можно сочетать красиво для клиентов, которые любят яркие ногти. Предположим, вы раз все там пять на одной руке таким покрыли, все пять на другой. Но это, конечно, на любителя история. Вот, то есть поройтесь, поройтесь непосредственно в интернете, посмотрите, поищите, и потом уже на суд ваших клиентов выставляйте, чтобы они, в принципе, вам свое мнение это как раз и высказали. Нравятся ли им эти оттенки, нужны ли они вообще им, может быть, вы слишком заморачиваетесь, предположим. Так, собираем палитру. Давайте теперь я как раз-таки перейду к тем цветам, которые хотела с вами оговорить. Итак, давайте по очереди, чтобы сразу всех не шокировать, но об этих цветах я уже вам говорила, которые должны быть обязательно в любом случае, черный и белый. Я вам рекомендую, естественно, использовать палитру X-гелий, потому что они очень плотные, плотно пигментированные, и в прекрасном соотношении цена-качество они идут. То есть у нас пузырек в 8 мл стоит всего 280 рублей. Черный и белый в палитре X-гелий представлены такими номерами, как 62 и, ну там, 001, можно просто один. Далее, что нужно обязательно любому мастеру? Это камуфляж, камуфлирующие гель-лаки для создания французского маникюра или минималистичных дизайнов, что сейчас достаточно в тренде. Присмотритесь, посмотрите какие-то паблики в Инстаграме с ногтями, да, там, с какими-то идеями ногтей, маникюра, и вы увидите, что как раз-таки сейчас очень модно камуфляж, и какая-то там веточка нарисованная, или там стразиков немножко, это удобно, быстро, удобно в нанесении, и камуфлирующих оттенков должно быть два как минимум. Это должен быть розовый и бежевый оттенок. Я же предлагаю использовать для сокращения времени базу. Камуфлирующая база Ideal Nails или идеальные ногти. Они как раз-таки представлены в двух оттенках, розовый и бежевый. У меня представлена база в большом варианте, ну, потому что, кто смотрит мои эфиры, знает, что это достаточно удобно по скорости, по денежному соотношению, и это самый любимый цвет моих клиентов, сейчас он может искажаться, потому что у меня сейчас лампа дневного освещения, я не возле окна. Это розовый оттенок, очень натуральный, и он прекрасно перекрывает свободный край. Это не такой камуфляж, знаете, который вот еле-еле полупрозрачный, нанесение которого затрудняет вам время. В один выравнивающий слой, то есть тонкое нанесение, сразу выравнивание, полностью перекрывает ногтевую пластину. Такой вот розовый у меня, так как вы видите, что он у меня в большом формате, могу сказать, что он пользуется большей популярностью, нежели бежевый оттенок. Вот такой вот бежевый. Но это, опять же, знаете еще почему идет? Сейчас объясню. Есть такая ситуация, как экспертность. Ваш клиент к вам пришел, и он вам доверяет. Если вы чаще всего говорите про какой-то цвет, либо у вас на руках какой-то цвет, то есть вы его советуете, он становится популярным. Так как я влюбилась именно в эту базу, именно в этот цвет, естественно, чаще всего он у меня на руках, ну и клиентам своим я чаще всего и советую. Поэтому это идет в работу. Поэтому если вы обнаружили у себя на полке какие-то цвета, которые там давно стоят и пылятся, сделайте такой лайфхак, нанесите на себя, говорите об этом цвете, показывайте его, представляете в нужном варианте, чтобы у вас этот цвет пошел в работу. Поэтому для сокращения времени я предлагаю все-таки использовать камуфляжи, камуфлирующие базы, это очень удобно. Либо, если вы хотите именно камуфлирующий цвет, мой фаворит, мой самый большой любимчик, розовый оттенок, розовый камуфляж номер 057. Сейчас будем их фиксировать вот так вот. Но база идеальна, и ногти быстрее и лучше будут справляться с работой. Следующие оттенки, которые обязательно нужны, это красный цвет. Он должен быть у вас в теплом и холодном варианте. Опять же, по любви клиентов, кто как любит, какие цвета, какие оттенки. У нас с вами самые популярные оттенки будут идти три, то есть это 50, 49 и 48, из которых самый теплый, да что же я все выхожу там, так, акриловой пудрой при укреплении, как базовый цвет. Так, не поняла вопрос. Вот этот будет самый теплый, вот этот холодный. Я немножко не поняла ваш вопрос. Напишите еще как-то, что акриловая пудра при укреплении, как базовый цвет. Немножечко не поняла. Смотрите, девочки, чтобы вам не запутаться, потому что цвета-то цвета, да, цвета на сайте, это тоже цвета на сайте. Но наша компания хочет, чтобы вам было проще работать, выбирать. И поэтому у нас есть вот такая вот замечательная для вас подсказка. У нас в нашем инстаграм-аккаунте, вот инстаграм-аккаунт InGarden Official, вот здесь вот в шапке профиля есть надпись «Палитра InGarden Video». Если вы смотрите на какой-то цвет и сомневаетесь, как его, как будет его нанесение, какая консистенция, как он выглядит вживую, то специальной профессиональной съемкой здесь снято как раз для вас любое нанесение. Вот давайте вот как раз таки с цветами 50, 49 и 48 разберемся. То есть тут сразу видно название цвета. Так, 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 идем, идем. Вот, вот они, 48, 49, 50 оттенок. Он даже уже ближе, наверное, к такой вишне идет или черешне. Вы заходите на сайт и вам, в принципе, здесь все предоставляется. И сразу нанесение на ногтевую пластину, чтобы вы понимали, как это будет выглядеть. Ну все, хватит кино. Поэтому любой цвет, который вы когда-либо хотели бы приобрести, вы можете посмотреть его нанесение. Я вот сейчас вам дам цвета, которыми пользуюсь я и которые всегда в ходу у меня. А вы можете посмотреть нанесение, собственно. Давайте дальше поехали. Все, красный разобрались. Можно использовать цветную акриловую пудру как базовую основу. Так, все, я поняла вас. Вы имеете в виду посыпать на базу цветную акриловую пудру? Ну, смотрите, может быть просто потом, что из-за цвета у вас исказится нанесение основного. И будет казаться, что у вас там какая-то преграда. Поэтому я бы для укрепления все-таки рекомендовала вам использовать прозрачную акриловую пудру. Следующие оттенки, которые всегда невероятно работают на клиентов в летнее время, это пастель. Пастельные оттенки. Это должен быть обязательно розовый оттенок, холодный и теплый. Обязательно. Мятный цвет, голубой, желтый, ну и персиковый такой. Если говорить про розовый оттенок, мне очень нравится 13-й цвет. Если мы говорим за мяту, это номер 6. Это все, кстати, коллекция именно X-гель. Это 6-й оттенок. Желтый, это у нас 36-й цвет. Голубой, это второй номер. Ну и если говорить за персик, я вот сейчас только когда писала, подумала, что персиковый цвет надо все-таки сюда приложить. Я бы выбрала бы, наверное, либо номер 8. Но он такой даже не персик, он что-то с апельсином связано. Апельсинчик такой. Вот здесь вы, кстати, можете посмотреть еще предыдущую коллекцию. Они сейчас, вот это предыдущая коллекция, на хороших скидках. Поэтому вы можете приобрести предыдущую коллекцию. Те, кто боятся, что есть какие-то цвета, допустим, не очень плотные, вы можете как раз-таки нанесение посмотреть. Ну, давайте по персику дальше. Ну, возможно, наверное, это номер 40. Но, опять же, он ближе такой к оранжевому цвету. Смотрите, также нам потребуется с вами синий цвет. Но о нем мы говорили уже в начале, что это должен быть какой-то базовый оттенок. Но самый вот такой любимый мой фаворит, это 84-й номер. Это такой ультрамарин. Хочу прям показать вам его обязательно. Опять же, конечно, планшет еще. А, у меня тут, конечно, стоит защита. Так, так, это где? Смотрите, какой ультрамарин. Он просто шикарный. Вот у меня по зиме клиенты просто на нем очень плотно сидели. Потому что, ну, он действительно достойный цвет такой. Казалось бы, да, там раньше, лет 5 назад, кто-то вообще не мог себе представить, что мы будем делать синий маникюр. Это должен быть у вас также шоколадный оттенок, шоколадный цвет. Очень любят его клиенты. Это 64-й номер. И серый X-гель 70-й. То есть, вот такой вот топ именно базовых цветов, которые вот по-любому будут пользоваться спросом, я хотела вам представить. Плюс у вас должны быть гель-лаки с эффектами. Смотрите, кстати, кто не знает, как расположить свою палитру, то у меня палитра с базовыми какими-то цветами, да, находится в одном месте. И также у меня палитра именно цветов с эффектами. А именно, кошачий глаз. Одно время это был просто бум какой-то, да. То есть, вот, это простой кошачий глаз. Дальше у нас с вами пошел кошачий глаз с 3D-эффектом, то есть 3D, 5D. И, смотрите, я разместила его в виде спирали. И вот как сейчас популярно было именно вот такое вот нанесение, когда на весь ноготь вот этот блик переходит. Также отдельно предоставлены цвета именно с блестками, то есть, чтобы клиенту было удобно именно понять. Он, ну, приходит клиент, говорит, вам хочу что-нибудь блестящее, вы ему раз, и все. Здесь у меня нанесен как раз-таки алмазный гель, который ингарден. И нанесла его на белую и на черную подложку. И вы знаете, кстати, действительно есть такая ощутимая разница. Вот номер один на белой и на черной подложке. Кто-то любит все-таки интенсивный цвет, прям такой вот очень глубокий, выбирает черную подложку или белую. Поэтому обязательно должны быть цвета с эффектами. Рекомендовать вам в предыдущей коллекции какие-то кошачьих глаз я не буду, потому что они, ну, уже так, не пользуются популярностью. Они у меня стоят очень долго. Как правило, мы на курсах с девочками ими тестируем работу. Цвета с эффектами. Поэтому, если захотите приобретать кошачий глаз, а он все-таки больше популярен в сезон, не летний, точнее зимний, осенний, то приобретайте 5D-кошки. 5D-кошки. Также у нас вот здесь вот в ингардене они тоже есть. И наносите их также на типсы с видом. Вот как я вам сейчас показала, с полоской, либо на полный, на полный ноготь. И предлагайте клиенту либо тот, либо тот эффект. Можете еще разделить, кстати, нанесение кошачьих вот этих оттенков на матовый топ и на глянцевый. Тоже очень интересно. И тоже клиенты ваши это оценят. То есть вы-то, понимаете, вы-то в своей голове уже знаете, что может быть так или иначе. Но клиенты, они визуалы, они хотят визуально увидеть, потрогать, пощупать. И тогда уже только принять решение. Это должны быть какие-то блестки. Напишем их так красиво. Блестяшки. Потому что, опять же, точно так же клиент любит, допустим, нанести на все ногти один цвет. Ну и пару пальчиков выделить там блестками. Ну, в принципе, блестки нужны нам для растяжки. Допустим, для геометрии какой-то, которую вы будете заполнять блестящим гелем. Просто как однотонное покрытие. Ну, блестки это must-have. Он обязательно должен быть. Они должны быть обязательно. Если говорить за какие-то блестки, это должны быть базовый оттенок серебро, бронза. Золото не так часто пользуются популярностью, но все же серебро, бронза, золото. У нас здесь в студии наши с ума просто сходили всю зиму, да и сейчас. Вот этот цвет. Так, только здесь я заляпала немножко. Это 103-й X-гель. Черный оттенок с вот такими мелкими вкраплениями. Он очень круто смотрится на ногтях. Особенно вот клиенты, которые любят там, да, просто короткие ноготочки. Там черные, красные, такую классику. И тут мы предлагали им вот этот цвет, все. Они потом по нескольку раз просто возвращались и делали именно его. Очень крутой оттенок. Очень пигментированный и просыхает. Замечательно. Поэтому присмотритесь к нему еще тоже. В принципе, я бы выделила вот такую именно базовую, основную палитру. Ну и то, что мы с вами говорили. То, что вот у вас уже есть, это есть. Это здорово. Но также мы с вами должны, естественно, уточнять мнение наших клиентов. Поэтому, если вы готовы, хотите приобрести еще какие-то цвета, то, пожалуйста, в свои социальные сети выкладывайте опросы и сами отслеживайте модные оттенки по версии Pantone. Что делать с цветами, которые стоят долго и мучительно? Заброшенные. Ну, понятное дело, на этих оттенках вы можете, собственно, Господи, что хотела? А, забыла совсем. Вы можете с этими цветами выполнять какие-то дизайны. То есть рисовать этими цветами, там, какую-нибудь мультяшку сейчас очень популярно. Вы можете рисовать непосредственно дизайны. Можете рисовать как фон, брать эти цвета. Вы можете делать маникюр сейл. То есть, если у вас там цвет этот отработал всего два раза, и вам, ну, так достаточно обидно, что вы вроде бы как его купили, а он у вас стоит и не пользуется популярностью, то вы можете выложить в свои социальные сети, опять же, такую скидку, акцию привлекательную для того, чтобы завлечь клиентов, чтобы попробовать этот оттенок. Выкрашиваете, значит, цвета, да, которые у вас заброшены на отдельную палитру, и набираете, допустим, моделей. Предлагаете с скидкой, там, предположим, 15-20%, но не оговаривая, естественно, что у вас просто это заброшенные цвета. Вы говорите, что я вам дам выбор вот из этих вот оттенков. Либо сами можете искать в интернете. Допустим, смотрите, как у нас один раз так получилось. Пришла ко мне клиентка, говорит, ну, это не про заброшенный цвет, а вот просто еще один лайфхак вам сейчас такой. Ну, что такое-то. Так, смотрите, в Инстаграме... Сейчас я попробую набрать, если я не потеряла. Так, так, так. Нет, не так это было. Ну, самое банальное, конечно, это просто написать, допустим, pink nails, розовые ногти, но, как правило, эти хэштеги забиваются еще половиной всего ненужного. Просто в Яндексе искать, предположим, оформление с цветами какими-то вообще бесполезно, и там высвечивается половина такого ненужного. Ну, брать идеи, конечно, лучше все-таки из Инстаграма. У меня не получилось. Знаете, как раньше было, может быть, сейчас просто действительно большое количество пользователей, но раньше было так. Вбиваешь там only black nails, то есть только черные ногти, и выходит непосредственно паблик, конкретная страница, на которой дизайны только с черными ногтями. Попробуйте, посмотрите, может быть, натолкнетесь. Я сейчас попробовала с розовыми, не получилось. Поэтому, девочки, заброшенные цвета мы отправляем на дизайн, и мы можем предложить клиенту сделать маникюр со скидкой именно с этими оттенками. Еще бывает, знаете, такая обманчивая ситуация, когда на руках цвет выглядит так, а на типсе совершенно иначе. То есть клиент и вы можете просто не разглядеть всей красоты. У меня так было много раз, поэтому я часто вот такими сейлами пыталась увидеть цвет именно на руках. То есть клиенту хорошо он со скидкой получил маникюр, плюс у него все-таки был выбор, потому что вы открасили отдельную палитру вот этих заброшенных цветов. И, в общем-то, все достаточно довольны. Ну и также не забывайте о том, что гель-лаки в среднем хранятся три года. После этого все-таки их лучше утилизировать, либо отправить вот как раз-таки в действие заброшенной. Также с заброшенными цветами можно поступать перепродавая. Есть всякие различные нейл-базары, или как их только не называют, нейл-сейл тоже. То есть там продают люди свои какие-то использованные, ну так некрасиво звучит, опробованные материалы, продают другим тоже с какой-то скидкой. В общем, тоже можно вот этим заняться. Так что вот такая у меня сегодня была для вас, хотел сказать, лекция. Но это не лекция, это просто такое на самом деле болтание небольшое. Скажите, пожалуйста, какие бы вы еще цвета хотели бы добавить в базовую палитру цветов? Вот то, о котором мы с вами сейчас говорили. Я вам предложила взять обязательно черный-белый, два вида камуфляжа, два красного, пастельные оттенки, синий, шоколад и серый, как именно основные прям такие цвета. И добавить к ним обязательно 5D-кошек на осенне-зимний период, блестяшки такие, как серебро, бронза и золото. То есть вот это вот прям такой топ того, что у вас есть. Это именно про цвета, но еще, конечно, как раз сказалось, что слово топ и вспомнила, что должен быть топ матовый и глянцевый, соответственно. Матовый и глянцевый. У меня как будто бы либо комментариев нету, либо они у меня затупили. Добавили бы что-то еще. Так, если никто ничего не хочет добавить, можете просто сердечками по экрану постучать, чтобы я поняла, что в принципе все в порядке. Ну или если есть, можете написать. Ага, я поняла вас. Хорошо. Супер, отлично. Надеюсь, эта тема была вам интересна. И, кстати, также предлагаю ввести ваше мнение обязательно тоже в свою работу. Вы можете написать мне вот сюда вот. Так, где моя ручка? Вот сюда прикреплено. Мария Мун, можете мне в директ написать, какие бы вы хотели еще применить. Прямые эфиры. То есть о чем прямые эфиры вас интересуют. Потому что я могу составлять на основе своего мнения. Но, возможно, есть какая-то такая, скажем, боль большая, глобальная мастеров, с которой вы хотите справиться. И я, возможно, смогу вам помочь. Можете написать либо в директ. И также я еще сделаю у себя опрос в сторис. Вы можете туда в непосредственно диалоговое окно написать свои пожелания. И я так посмотрю, чего больше, чего меньше. И с удовольствием проведем здесь прямой эфир. Тем более сейчас составляется расписание на июль. Как вы знаете, у нас здесь почти каждый день бесплатные крутые мастер-классы. Для вас мы стараемся, чтобы это было с отдачей. Поэтому пишите обязательно. Зеленый, зеленый оттенок. Да, можно обязательно, конечно, его также ввести. Я просто не написала, основываясь на пожеланиях клиентов. Опять же, я также проводила соцопрос. Зеленый, ну, не так часто пользуется популярностью. Но его, естественно, как основной цвет можно сюда вписать. Благодарю за информацию. Пожалуйста. Все, спасибо вам за ваше внимание. Отличный вам выходных. Всем хорошего настроения. Благодарных клиентов. С вами была Мария Мун. Всем пока-пока.